Казанскому Зениту И вот теперь основной состав Казанского Зенита Где Андрею только предстоит набираться опыта Любопытно, но именно Сурмачевский стал лучшим бомбардиром Зенита На турнире в Белоруссии и в матчах предварительного этапа Кубка России Приехал сюда в 16 лет, я приехал сюда из Новосибирска Сейчас рад, что так получилось, значит, школа Зенита работает Точно так же дальше расти постоянно, я не хочу останавливаться в своем развитии В предстоящем сезоне Андрей будет составлять квартет доигровщиков с куда более опытными партнерами Тренироваться с этими людьми, с лучшими игроками мира Гораздо круче опыт, чем я бы где-то играл, возможно От каждого что-то берешь, посмотришь на тренировку И где-то получаться, и я смогу помочь команде, я только буду рад С учетом позднего приезда легионеров и травмы Алексея Спиридонова Именно Андрей станет основным из доигровщиков в стартовых матчах Суперлиги Печально, что Леха выбыл, я надеюсь ненадолго Но я сделаю все, что от меня зависит У меня есть шанс проявить себя в этих матчах Выглядеть очень хорошо, чтобы в дальнейшем у тренера появилось ко мне доверие И в сезоне меня как бы тоже активно использовали У нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались Ну, настраивался на игру Вадим Лихошерстов, 29 лет, центральный блокирующий Сегодня именно Лихошерстов является самым высоким волейболистом в составе «Зенита» За свою карьеру Вадим выигрывал серебро универсиады Завоевывал Кубок Вызова и пять раз становился чемпионом Украины Теперь же Лихошерстов постарается добиться аналогичных успехов в российской Суперлиге Я бы сказал, что мне очень комфортно, уютно Коллектив хороший, все на одной волне, скажем так Движимы одной целью Вадим единственный новичок на позиции центрального блокирующего Для которого предстоящий сезон также будет настоящей проверкой на топ уровне Требования всегда стоят максимальные Тут нужна стопроцентная выкладка, стопроцентная концентрация Нюансов, нюансей нету, надо полностью выполнять от и до Адаптированный к реалиям российской Суперлиги Один из самых высоких блокирующих чемпионата Должен помочь команде по ходу длительного и непростого сезона Все зависит от лично от меня То есть лично я сам себе конкурент Я должен себя преодолевать Будем работать каждый день, отдаваться своему делу по полной Алексей Спиридонов 30 лет Доигровщик Чемпион Европы и дважды победитель мировой лиги С 2014 по 2016 год Спирик уже выступал в составе Казанского Зенита Сыграл 58 матчей и завоевал 7 трофеев Душа команды и самый популярный российский волейболист в социальных сетях А самое главное С Филиппом было весело Спасибо Сейчас же мы желаем Алексею скорейшего возвращения на площадку после операции Чтобы вновь радовать себя и болельщиков фирменной яркой игрой Недолго раздумывая Принял приглашение Потом Романович написал в отца Поздравляю, поработаем Ну поработаем Учитывая того, что мы там последние два года прожили в Сибири Немножко попрохладнее, чем в Казани Здесь что-то в Казани темнеет рано Вот это еще тогда я заметил Уходишь в пять, там полшестов, уже темно За два сезона в Енисеи Алексей во второй раз стал папой А дочка Соня 1 сентября уже пошла в первый класс С ощущением, слава богу, что не я Школу лично меня не тянет С одной стороны, раз, что точка в школу пошла С другой стороны, какая-то грусть, потому что вчера родилась, а сегодня уже в школу пошла Денис Алексеевич в порядке, улыбается, растет Вот-вот, я думаю, сейчас должен пойти, уже стоит Поэтому ждем, ждем, когда побежит, чудо мое Эрвин Гапет, Франция, 27 лет, доигровщик Эмоциональный, эпатажный и один из самых зрелищных игроков в мировом волейболе Чемпион и обладатель кубков Франции и Италии Мотор и зажигалка сборной Франции, которая с негапетом выигрывал чемпионат Европы и дважды мировую лигу А Эрвин признавался самым ценным игроком на этих турнирах Его фирменная атака – символ волейбольного искусства Да и музыкальное творчество Эрвину не чуждо Под псевдонимом Клима волейболист выпустил с десяток рэп-треков Которые мы хотим услышать в Казани, как и увидеть его в фирменной атаке Эрвин приедет в Казань в середине октября И постепенно начнет втягиваться в игровой ритм После неудачного для сборной Франции чемпионата мира Болельщики же, скрестив пальцы, будут ждать негапета на площадке К гостевому поединку против московского «Динамо» Пока я ем, ты подпишись на ЗТВ Такие искусственные бургеры в центре волейбола Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова